Здравствуйте. Слушаю вас. Планируете, используя данный номер с телефона в дальнейшем? Да, планирую. Пролонгировать договор с телефоном? Планируете. Отлично. Скажите, пожалуйста, я вот вижу, что было направлено вам сообщение ровно месяц назад, чтобы вы самостоятельно данные действия выполнили. Понимаю, забыли? Не увидели? Не получал ничего. Странно. Странно. Хорошо, эту информацию укажу. Вы у нас верно? Верно. Сейчас, секундочку. Прошу ваши данные. Скажите, пожалуйста, на какой период времени хотели бы пролонгировать договор? Есть максимальный срок 5 лет, средний это 3, и минимальный срок это 1 год. А бессрочно нет? Нет, к сожалению, никогда не было бессрочных договоров, потому как вот даже до этого момента, вот когда мы с вами связываем, каждые 2 года автоматически с помощью госуслуг продлевались договора. И сейчас, в связи с тем, что на территории страны случилось мошенничество, перепродажи номеров телефонов, таким образом необходимо пролонгировать договор. Это и наразовая, так сказать, акция, чтобы больше такого не повторится. Ну, ни у одного оператора на территории страны. Так. А как они продлевались до госуслуг? Как это до госуслуг? Ну, вот так. Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Ну, вы говорите, договора продлевались посредством привязанного номера к госуслугам. До того, как появились госуслуги, как продлевался номер? Понятие. Я в то время еще не работал. А где логика? А при чем здесь это? Ну, у меня номер уже очень старый, и, соответственно, он был создан до госуслуг. А вы говорите, что у вас договора временные. Как он продлевался до госуслуг? А у всех временная лекция. Ну, не суть важна. Продлевались раньше автоматически, также с помощью госуслуг. А до госуслуг, я не знаю, возможно, вообще не продлевались, дали бессрочные. Но в связи с мошенничеством на территории страны, сейчас производят такие действия. Знаете, раньше вам и не звонили, и там и полиция, и банками не представляли. А сейчас берут молодые люди, покупают по 20, 30, 50 номеров, отдают непонятно куда, а потом звонки поступают из мошеннического характера. Нам необходимо это устранить. Мы сейчас будем мошенники, понимаете? Ну, немного понимаю. Хорошо, скажите, пожалуйста, на какой срок будем продлевать договор? На максимальный? Можно. Максимальный срок выбираем. Хорошо. Смотрите, просто ваш тарифный план вас в полном объеме устраивает. Есть сейчас интересное предложение для вас, как для вид клиентов в дальнейшем, потому как вы остаетесь для нас, точнее, с нами порядка 5 лет еще. Тариф Супер Плюс. Предложить ли вы же вас в полном объеме свой устраивает? А что в него входит? Без лимит в сети, на другие операторы 1000 минут, 20 гигабайт 5G интернета, если есть покрытие, после этого без лимит 4G, также предоставлен онлайн кинотеатр Kion, так, сейчас что здесь еще? Так, здесь еще умная стом-защита и книжный сервис в строке, и 200 минут в роуминг. А по стоимости? 500 рублей, смотрите, это будет первый год, а второй год уже будет полная стоимость 500 рублей. Ну, в данный момент вы предлагаете мне заведомо худшие условия, чем у меня сейчас присутствуют. Ну, пожалуйста, если вас не устраивает, вы можете остаться при своем. Не, не устраивает, не устраивает. Вам в любом случае будет предоставлена скидка в размере 50%. До завтрашнего дня первое пополнение счета, либо же снятие тарифного плана, точнее, тарифный план, будет 50%. Так, я вот получил информацию от технического отдела, что единственное, что нужно для пролонгации номера телефона, это убедиться в том, что вы являетесь законным владельцем данного номера телефона. Вам на телефончик к закончанию было отправлено сообщение для подтверждения ваших данных. Подтверждение данных проходит с помощью, как я вам говорил ранее, госуслуг, это единый сервис, идентификация и аудентификация. Там комбинация поступила для подтверждения данных. Посмотрите, пожалуйста, вы идите и озвучите. Там указано. Я затрудняюсь подобную информацию озвучивать голосу из телефона. Затрудняюсь озвучивать подобную информацию голосу из телефона. Хорошо. В таком случае, в ответе на вопрос, по какой причине вы не направились в салон сотовой связи, не продлили в течение месяца свой номер телефона, так сказать, договор. Потому что мне не звонили оттуда. А вам и не звонили, вам сообщение поступало. Не поступало. Как это не поступало? Ну, не поступало. Если у меня информация имеется, что было отправлено, есть пачка номеров, порядка тысячи-двух тысяч номеров, которые обзваниваются десятью менеджерами в каждом отделении либо же в каждом месте, где предназначено ответственность. Понимаете? И вот не может быть такого, что человеку не отправлялось сообщение и звонит менеджер по пройдению договоров. Понимаете? Кто-то продлил, кто-то не продлил договор. Вы не продлили. Если вы не желаете продлевать, мы можем номер заблокировать. У вас это возможность последняя сейчас сохранить номер со своими паспортными данными за собой и также в дальнейшем пользоваться этим номером. В противном случае номер будет отправлен на блокировку, завтра будет в свободной продаже. Ну, что ж, придется терять номер. Все, я вас понял. Всего доброго. До свидания. А что? И реально, короче, пришел код с госуслуг о восстановлении доступа к учетной записи. Продолжение следует...